Здравствуйте, товарищи грабители! Вот так вот внезапно, не церемонясь, без анонсов и трёх дней, оверкиллы выпустили очередной оделосей от Гейджа, включающая в себя кучу новых модулей и новую единицу оружия. Пройдёмся для начала по более глобальному и начнём с прицелов. А именно снайперский прицел BoxBuddy, что переводится примерно как «квадратный дружок». По большому счёту он является копией оптического прицела Тейя, то есть обладает дальнометром и автоматически помечает врагов. Однако, помимо внешних отличий, он обладает необычной прямоугольной оптической линзой. И если вам это кажется удобным, то, соответственно, это единственная причина приобретения прицела. Следующее нововведение – это угловой коллиматор, аналогичный угловому прицелу, но значительно более удобный в использовании. Но самое главное, что этот угловичок можно поставить на любое оружие из основного слота. Естественно, это касается только тех пушек, на которые можно поставить основной прицел. Прицел «Реконасенс» или «Разведчик». Доступен вместе со всеми остальными прицелами, даёт увеличение на уровне военного коллиматорного прицела и обладает дальнометром. Сам дальнометр, конечно, бесполезен, но вот поле зрения у прицела довольно удобное. Для сайги – полое цевьё, добавляющее 4 балла скрытности, и короткий ствол, добавляющий 4 балла скрытности и убавляющий по 4 балла точности и стабильности. А ещё он имеет прорисованную планку. Также для всех дробовиков был добавлен горизонтальный чок Дональда. В честь, сами понимаете, кого. По статам, как акульи зубы, но без убавления точности, а его фишка в том, что он уменьшает вертикальный разброс. То есть, грубо говоря, вся ваша дробь будет лететь в горизонтальной линии, и таким образом вам будет проще вынести нескольких противников, находящихся на одной вертикали. Для JAP-36 было добавлено длинное цевьё, плюс 8 точности, 4 стабильности и минус 3 скрытности, а также так называемый оригинальный прицел, который полностью заменяет планку Пикатинни на оригинальную от таковой УГ-36, вместе с её огромным коллиматорным прицелом, который очень неудобно использовать. И он, к слову, в отличие от остальных, не отнимает скрытность. Для Компакт-5 добавлен приклад на плюс 4 стабильности и цевьё со встроенным фонариком, плюс 4 точности, плюс 4 стабильности и минус 2 скрытности. Для Интерцептора и Кросскила добавлены новые большие магазины. Они добавляют по 8 баллов стабильности, а также вдвое больший бонус к ёмкости магазина. Но оба выглядят абсолютно отвратительно. А также позволили устанавливать большой магазин в Чимана-88 и Чимана Компакт. Ну а самое интересное я оставил напоследок. Это так называемый спидпул, то бишь... Скоростной зацеп. Такие спидпулы нашлёпываются на магазин и предназначены для того, чтобы можно было более быстро и удобно вытянуть его из-под сумка, а также более-менее безопасно ронять на твёрдую поверхность. В нашем же случае установка спидпула даёт вам обычную ёмкость магазина, не прибавляет стабильности, но увеличивает скорость перезарядки в 2 раза. И этот модуль действительно привносит интересный баланс против 60-зарядного так называемого квадстака, поскольку теперь у вас есть рациональный выбор. Либо иметь вдвое больший магазин, либо перезаряжать его вдвое быстрее. Доступен спидпул для огромного количества оружия. Все винтовки с магазинами АК, все винтовки с магазинами Кар-4, JP-36, ЮАР, Кобус-90, Марк-10, Вереск и, соответственно, Акимба-Вереск и Акимба-Кренковый. Ну и, пожалуй, главное нововведение всего дополнения – это достаточно уникальный гранатомёт Арбитр. Он реплицирует довольно интересный гранатомёт XM-25 из мира реального оружия, который всё ещё находится на стадии прототипа, и дальнейшее развитие и производство которого отложено на 2017 год. Интересен он тем, что выполнен он в компоновке Bullpup и работает по принципу газоотводной автоматики, а также вместо стандартных 40-мм гранат использует 25-мм, оттуда и название – XM-25. Что эта информация даёт нам в Payday? А то, что благодаря своему необычному калибру он создаёт новый подкласс мелкокалиберных гранатомётов. Он наносит 700 урона против 1300, как у остальных гранатомётов, то есть почти в два раза меньше. У него 15 патронов в запасе, что в 2,5 раза больше, чем у его конкурента Чайна Пафа. Его скорострельность – 80 выстрелов в минуту, что на треть больше, чем у Пиглета, который до этого момента был самым скорострельным гранатомётом. А также это первый гранатомёт с магазинным питанием. Ёмкость этого магазина – 5 зарядов, что означает, что вы можете зарядить до 4 гранат за 3,3 секунды и 5 гранат за 4,5 секунды. К слову, при всей его мелкокалиберности, подбор патронов у него остался такой же, как и у остальных гранатомётов. Но у него есть ещё одно интересное свойство, которое не видно на характеристиках. Одной из особенностей его уникального снаряда является то, что граната летит в несколько раз быстрее обычной 40-мм, а также практически идеально сохраняет свою траекторию. В связи с тем, что гранатомёт по понятным причинам недоступен на гражданском рынке, да и к тому же серийно он особо-то и не производился, о деталях внешнего вида судить сложно. Судя по всему, дизайнеры старались нарисовать ствольную коробку и магазин пластиковыми, но мне кажется, что здесь имеет место быть заблуждение, как и с АА-12, у которого в ПД-2 явно ствольная коробка нарисована пластиковый, и на фотографиях он действительно таким и выглядит, но поскольку оба ствола военные и информации о них в интернете очень мало, то подтвердить её нечем. АА-12, к слову, нифига не пластиковый. Ну и тут, возможно, история повторяется. Из эксклюзивных модулей доступно два ствола. Длинный добавляет 4 точности стабильности и отнимает 2 скрытости, ствол бомбардира наоборот. Также для установки доступны прицелы, гаджеты и специальные для этого гранатомёта зажигательные снаряды, которые почему-то тупо недоступны. Через карточки их выбить нельзя, никаких специальных заданий для них нет. Кстати, о заданиях. По умолчанию гранатомёт будет недоступен для покупки, и для того, чтобы его разблокировать, вам необходимо выполнить 4 дополнительных задания. Каждое задание представляет из себя поиск двух ключей и одного оружейного кейса, на 4-х контактах соответственно. Крысы, нефтяное дело, подстава с картинами и поджигатель. В этом видео я не буду показывать все места, где они могут находиться. Если вас интересует эта информация, то в Стиме давно существует руководство со скриншотами. Эти же самые задания постепенно разблокируют и новые маски. Маска Зил Клокера, Зил ФБРовцы, Кровавая Бандана Рэмбо, и Суровый Бородатый Солдат Одиночка. Также были добавлены 4 достижения, выполнение которых ничего не разблокирует, но на всякий случай для тех, у кого проблемы с английским, я поясню, что надо делать. Одним выстрелом из дробовика убить троих в голову, используя горизонтальный чок Дональда. Для нее рекомендую взять дробовик с наименьшей точностью, понятное дело с установленным новым чоком, и найти толпу врагов. Сложностей возникнуть не должно. Убить 50 снайперов, используя гранатомет Арбитр, со стандартными боеприпасами. Поскольку, как я уже говорил, граната летит практически прямо, с самим убийством снайперов трудностей у вас не будет. Поэтому все, что вам нужно, это найти контракт с кучей снайперов. Я рекомендую второй день Хотлайн Майами, Большой Банк с побегом на С4, и Ядерную Угрозу. Завершить любой хайст на очень сложный или выше, убив как минимум 200 человек из оружия с установленным прицелом Реконосенс. Поскольку тут все вроде как элементарно, то я лишь скажу, что вам можно убивать, не целясь, а еще желательно не ставьте угловой прицел. А вот это довольно хитрое. Убить 10 противников подряд, не промахиваясь, с установленным угловым коллиматором, и после каждого убийства менять прицел. На сложности оверкил или выше. Ачивка иногда не совсем идеально работает, поэтому я вам просто расскажу, что сделал я для ее выполнения. Я взял винтовку Лебен Сагер с установленным коллиматорным прицелом и угловым коллиматорным прицелом, пошел на контракт рождения небес на оверкиле, и, войдя в режим прицеливания один раз, начал убивать меркиводеров, переключая прицел. То есть тут три момента. Вам ни в коем случае нельзя убивать двух противников одним выстрелом, иначе засчитается следующее убийство с тем же самым прицелом, и ачивка сломается. А также вам не рекомендуется выходить из прицеливания и перезаряжаться, поскольку переключение прицела может от этого сброситься. Ну и для того, чтобы было проще, берите оружие, которое ваншотит. Ну и на этом все. Надеюсь, смог доходчиво рассказать обо всем, о чем можно было, и сформировать решение о покупке. Не забывайте подписываться на канал и на группу ВКонтакте, чтобы не пропустить новые видео. А с вами был Дроид Кьюз. Всем всего.